Всемирно известному скульптору Георги Паставану сегодня исполняется 60 лет. 40 из них он посвятил изобразительному искусству. Автор памятника Штефану Челмари в Бельцах и Бюста Михае Волантира рассказал о своем творческом пути нашему телеканалу. Я был в восьмом классе, когда умерла моя мама. Особые способности будущий скульптор проявил еще в школе. Я хорошо рисовал, делал стенгазеты, помогал коллегам. Преподаватель молдавского языка сказал, что у меня талант. Она открыла для меня изобразительное искусство. Я тогда нарисовал несколько пейзажей, детей, автопортрет. Первую скульптуру Ваятель создал уже будучи студентом. Я учился в университете имени Крянга. Тогда были времена коммунизма. На въезде в наше село нужно было установить символ. Я сделал женщину. В одной руке сноб пшеницы, в другой гирлянда из яблок. До сих пор стоит. Творческий подъем артиста пришелся на 1992 год, когда он начал работать в одном из ателье Греции. Первый заказ был для Мельбурна. Я работал в ателье одного грека. Это была статуя национального героя Греции Лефтерио Венезелос, высотой метр восемьдесят для города Мельбурна. Там живет большая греческая диаспора. Затем последовали бюсты для воздушной американской базы и памятник для морской базы на острове Крит. Постепенно скульптор стал известен во всем мире. В 2000-м артист открыл собственную мастерскую в Кишиневе и начал делать произведения искусства для родной страны. Я выиграл несколько конкурсов, в том числе памятник Штефану Челмари в Бельцах. Работал над ней целый год. Это шестиметровая бронзовая фигура. Колоссальный труд. Артист говорит, что продолжит дело своей жизни и будет бороться за то, чтобы каждый его набросок превратился в произведение искусства, передающее историю новым поколениям. Кто знает, что будет завтра? Жизнь – это загадка, и никому не дано знать. Я боролся за справедливость и красоту, и буду бороться, пока не умру.